В Ненецком округе проходит опытная эксплуатация системы автоматизированного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Нажатием всего одной кнопки включается сирена и речевое сообщение, которое услышат и в городе, и в поселке Искателей. На апробации тревожной кнопки побывала наша съемочная группа. Внимание! Проводится проверка работы комплекса системы экстренного оповещения населения. В случае необходимости оперативный дежурный сможет запустить со своего рабочего места голосовое сообщение населения, предупреждающее о возникновении какой-то опасности, а также предупредительный звук сирены. Также с автоматизированного рабочего места может быть передана прямая речь оперативного дежурного через микрофон в режиме реального времени, что позволит населению донести своевременно правильную информацию об необходимости действий. Создание именно таких автоматизированных систем оповещения – одно из главных мероприятий по защите населения. В связи с этим еще в 2012 году администрации Заполярного района было принято решение о создании муниципальной системы оповещения на территории района. Начать решили с рабочего поселка Искателей. Строительство данной системы оповещения на территории Искателей позволит охватить оповещением более 33% населения Заполярного района. В перспективных планах администрации Заполярного района предусмотрена также дальнейшая строительство системы оповещения поэтапной в сельских населенных пунктах. Система, установленная в поселке Искателей, состоит из 11 точек громкоговорящего оповещения, построенных на базе современных высокотехнологичных блоков с цифровой архитектурой. Система покрывает абсолютно всю территорию рабочего поселка. Это подтверждается как расчетными данными, так и объездами, проведенными в результате работы. Впервые система, построенная в поселке Искателей, является одной из самых современных местных автоматизированных систем централизованного оповещения в России. В ней применены последние разработки, такие как интеграция существующего оборудования, которое установлено у заказчика еще с прошлого века, так и добавление современных компактных цифровых устройств. И, что немаловажно, данное оборудование и программное обеспечение производится в России в рамках программы импортозамещения. Накануне новую установку проверил специалист из Санкт-Петербурга Николай Ручнов. По его словам, на данный момент все проходит в штатном режиме. То, что работы выполнены, можно сказать, что они выполнены на хорошо. Мы послушали звучание и передачу речевого сообщения на одной точке, только в рабочем поселке Искателей. Если, как говорится, также работают и другие точки, то это хорошо. Стоит отметить, что данная система входит в большой комплекс по обеспечению безопасности, который называется «Безопасный город». Это целый спектр мероприятий по управлению безопасностью и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. В ее состав входит система видеонаблюдения, система 112, сеть терминалов экстренного вызова, система экстренного оповещения, видеоаналитика, система фотофиксации, прогнозирование и моделирование чрезвычайных ситуаций, а также мониторинг контрольных датчиков. Внедрение этого комплекса позволит обеспечить безопасность населения Ненецкого округа по всем направлениям жизнедеятельности. Елена Семеновича, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север».